Друзья, всех приветствовать! Мы находимся в BMG Drive и мы вновь на самокате. Как-то мы уже с вами выезжали в город на нем, а конкретно Вовочка уже было дело и самокат это вещь достаточно опасная, мы это с вами подтвердили. Но сейчас, друзья, я немного, так сказать, поковырялся в этом самокатике и на данный момент его мощность составляет приблизительно в два раза от прошлой. То есть, друзья, сегодня мы ездить будем быстро, именно поэтому я уже кататься буду не в городе, а я буду кататься непосредственно на этой трассе вместе с автомобилями. Для чего? Потому что, ну, 80 км в час, да, много, но Вовочке не хватает. Вовочке, так сказать, скорость нужна немного побольше, ну, чтобы с ветерком, сами понимаете, а за безопасность можете не переживать, поскольку у нас, как видите, на голове есть шлем. Но, учитывая, что скорость теперь в два раза больше, ой-ой-ой, хорошо! Блин, это было опасно. То и безопасность в два раза в любом случае упала. Слушайте, ну, им сложно управлять, потому что я буквально чуть-чуть нажимаю, и он уже, видите, на козла привстает. То есть, мне страшно, 60 км в час. Мы максимум на нем ездили 80, так, аккуратно. Вовочка, пожалуйста, и так чуть в ДТП не попал, только выехал, казалось бы, да? Посмотрите, что творит! Обалдеть, сразу на козла. Так, аккуратно, машина только... Пожалуйста! Ну, только не тормози. Только не... Это опасно было сейчас. Опасно, что они там разворачиваются, не знаю. Ладно, будем сейчас стараться, друзья, скорость потихонечку увеличивать. И стараться взять рекорд. Так, что-то ты по встречке, Вова, давай немножко уходи. По встречке нежелательно. Итак, скорость 75 км в час. Он ехал до этого 84, друзья. Это была его максимальная скорость. Сейчас 84 есть уже, пожалуйста. 85-90. А ну-ка, сколько мы сможем рекордную взять? В два раза мощнее, боже мой. 90 есть. 90 было, вижу 90. Так, давай соточку хотя бы. Это уже, друзья, не с горки кататься, как мы делали в прошлый раз. Здесь едем по трассе. Для чего мы это сделали, да? Для того, чтобы Вовочка мог ехать вместе с автомобилями по трассе. Потому что ехать 80 по трассе, ну это, откровенно говоря, медленно. А так он сможет не то чтобы ехать, он сможет даже идти на обгон. Блин, я не могу, друзья, очень тяжело управляется. Но давай-ка на обгончик. Получится. Роллс Ройс, ты можешь его теперь выкидывать, потому что мы идем на обгон. Пошел, пошел, пошел. Скорость 100 километров в час. Есть. Так, 120. Друзья, внимание. Кошмар трясет-то как? 140. Ой-ой-ой. Не-не-не-не, не падай, не падай, не падай. В Роллс аккуратно. Хорошо. Конечно, не по трассе, но между машин будет опасно ехать. Так. Хорошо. Объезжайте меня, объезжайте. Самокат во встречке. Самокат во встречке идет. Опасно. Это все опасно. А вот и сколько? 140 километров в час, друзья. 142. Если еще будет какой-нибудь спуск, то можно будет вообще взять 150, мне кажется. Я надеюсь, что мы сегодня добьемся этой цели. Самокатик. Обалдеть. Жига, по-моему, столько не прет. Это надо постараться, чтобы Жига так разогналась. А сейчас мы едем. На самокате 140 километров в час. Обалдеть. Слушай, ну впереди будут повороты. Это сейчас мы по прямой ехали. Можно сказать, еще пока что легко. Но когда будут какие-то резкие повороты, видите, как его колбасит? А я сейчас пытаюсь просто чуть-чуть хотя бы перестраиваться. У меня уже не получается. Между машин, тем более, я ехать... Не-не-не-не, спасибо. Я не хочу между машин. Так, подождите, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не-не-не-не. Хорошо. Тихо-тихо, не падай. Не падай. Пожалуйста. Хорошо. Блин, слушайте, он управляется. Он управляется. Я был уверен, что я сейчас разобьюсь. Но Вовочка научился. Не зря, друзья, мы посещали эти скейт-парки там разные. То есть мы спокойно сейчас проехали. Ну, управляется, по крайней мере. Давай на обгончик. Шашечки чуть-чуть. Угу. Отлично. Четверочку обходим. Автобус. Автобус. Радик. Давай пока. Сидите там в своем автобусе. Жаритесь. А я с ветерком проезжаю. И самое главное, друзья, мы на самокате. Быстрее потока. Господи, пожалуйста. Почему? А почему он меня потрезал, кстати? Не, я сейчас был виноват. Эй, ты что, обзавидовался, что я на самокате быстрее тебя еду? Ну, кстати, падение серьезное. Плюс еще. Нет, пожалуйста. Нет, 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 нет. Тормози ты. Он, у него слетела. Ой-ёй-ёй. У него слетела каска. Не, у него... Нет! Ой-ёй-ёй. Друзья, ну это кошмар. Он еще под две машины попал следом. Они даже не остановились. А знаете почему? Потому что им не понравилось, что мы так легко и непринужденно их обогнали. Да, друзья, моментов, конечно, опасных было много, разумеется. Но, согласитесь, это экономно и самый, наверное, большой и главный минус этого самоката. Обалдеть, блин. Вот это я добавил. Вот это я добавил мощности. Самый большой минус это то, что нет каркаса. Да, ну как, в принципе, у мотоцикла. Только даже на мотоцикле безопаснее. Потому что здесь его начинает трясти. Колесики маленькие. И все это 140 км в час. Мотоциклы спортивные. Самые крутые, извините, 300 летят. Но мы половину скорости почти берем. 150 км в час. Все, ребята, отходим. Отходим. Я продолжаю. Но при аварии, то есть, ну, не рассчитывайте на то, что вы выживете. Если вы будете ездить на таком самокате. И при аварии на такой скорости, разумеется. Тем более, даже не я был виноват. Ну вы что, серьезно что ли? Кстати, серьезный удар сейчас. Нет! Нет. Ну, Жика подрезанная. Друзья, я хотел только что сказать. Ну вы же видели, что я не виноват? И сейчас я тоже не был виноват. И вы это тоже прекрасно видели. Меня Жига подрезала. И тут же наезжает еще сверху автобус. Ну как? Вот как ездить-то? Ладно, если ты на машине. Смотри, ну вот, адекватный остановился. Ладно, если ты едешь на машине, тебя притерли. Тебе все равно. Здоровью ничего не угрожает. Меня здесь притерли. Все. Я попал под колеса машин. Вот объясните мне, зачем ему нужно было вообще перестраиваться? Мне кажется, это было абсолютно бесполезное действие с его стороны. И мне, опять же, по моему мнению, кажется, что он понял, что я буду быстрее его даже на самокате. Пока он 140 возьмет, 150, сколько времени пройдет? А мне двигателя не нужно огромного под капотом. Я просто спокойно летаю и все, как ласточка здесь. Маневрирую. Самокатик-то давайте объективно. Меньше даже мотоцикла. И здесь, опа, авария. Притерлись. Я дать я между вами проеду. Тихо. А что вы бодаетесь, да? А что вы бодаетесь теперь? Бодаются. Все, ролсик свалил. Так, скорость набираем. Блин, как же тяжело контролировать скорость. Я не могу зажать просто, друзья, газ в пол. Потому что я сразу начинаю вставать на дыбки. И он переворачивается. Поэтому мне приходится на газок нажимать по чуть-чуть. И это доставляет свои достаточно неудобства. Пожалуйста. Только не подрезайте меня. Только не подрезайте. Сколько у нас скорость? 83. А теперь разгоняемся. Вот когда мы уже набрали скорость, уже становится полегче. Но зато начинает болтать сильно. Так, скорость. Хорошо. 130 километров в час. Ну, сейчас можно спокойно ехать. Ну, как спокойно? Блин, обойдем, нет автобуса. А ну-ка. Идем на обгончик. Да нет, почему-то храна. Почему-то храна. Стоп, стоп, стоп. Хорошо. Обалдеть. Обалдеть. Затормозил просто как-то. Он быстро очень. Стой, 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 стой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте. Ну, это, это, блин, тяжело. Это даже по трассе, по ровной дороге. Поворачивать тяжело. По прямой еще можем. По прямой еще можем шпарить. А вот здесь мы уже виноваты сами. И падение, как видите, самоката после воблинга, оно в основном смертельное. И все-таки, друзья, я считаю, что самый более-менее безопасный транспорт это велосипед. И я бы отдал предпочтение именно ему, нежели самокату. А еще, господа, на велосипеде вы сможете покататься в криминальной России на серверах Радмира. Вот смотрю на этих людей на заправке и смеюсь, ведь мне не приходится свой велосипед обслушивать и постоянно заправлять. Да и вообще, велосипед это один из самых верных ваших друзей, который никогда не заглохнет и проедет даже там, где волки срать боятся. И мои слова не пустые, ведь все преграды на нем я могу перепрыгнуть и даже забраться на самую высокую гору без каких-либо проблем. А после взять скорость, которой позавидует даже самый заядлый стритрейсер. А деньги на него вы сможете забрать с помощью моего промокода BMNG, который можно ввести в игре с помощью клавиши M. Далее вниз активировать код и слева вводим его. Я играю на этом проекте уже 6 лет и буду очень рад видеть вас здесь. Приятной игры. Ну вот он, друзья, и ответ на вопрос, а почему же нельзя было сразу сделать такой самокат быстрый, резкий, дерзкий? Да потому что это небезопасно. Безопасная скорость для такого самоката, ну, наверное, километров 30. Если уже по трассе ездить, то километров 70 максимум. Нет, вы можете, конечно, и быстрее ехать, и по 140, но вопрос, куда вы приедете первее? В точку назначения, либо же в мор. Вот это согласен вопрос. Потому что какие-то перестроения резкие у автомобилистов, какие-то резкие торможения. К сожалению, я не могу резко маневрировать. Мы сразу падаем. Нам нужно маневрировать за несколько сотен метров. В этом тоже большая проблема. Посмотрите, резко затормозили. Как я должен резко тормозить? Я о тормозах конкретно. Вообще ничего не говорю и говорить не хочу. Здесь тормозов не существует. Вы должны понимать, насколько легкий у нас самокат. Представьте, он ничего почти не весит. И если я буду на нем резко тормозить, неважно каким тормозом, передним, задним, это не имеет значения. Вы просто вдумайтесь, что произойдет. Ну, в переднем, я думаю, все понятно. В заднем тоже, поверьте, меня сразу понесет, и я сразу уже падаю. Поэтому я здесь тормозаю. Я не знаю, что такое тормоза здесь на самокате. То есть я торможу... Ой-ой-ой. Я торможу конкретно здесь, просто отпуская рычаг газа. Я это называю на этом самокате тормозом. Но для большей наглядности, я думаю, я просто обязан это продемонстрировать. Мы сейчас просто нажмем тормоз на 140 км в час. Нажмем этот тормоз, да, друзья, на 140. И вы убедитесь, о чем я говорил. Медленно тоже. Ну, мы нажмем сейчас, наверное, передний тормоз. Давайте сначала с переднего начнем. А потом с заднего. И посмотрим разницу. Потому что если он выдержит, я не знаю, я даже понимаю, что будет происходить. Я так не делал. Я не тормозил. Но я понимаю, что может быть. Итак, 100 км в час. Давай. 100. 14. 140 давай. Поехал. Хорошо. 130. Не падай только. Итак, друзья, готовимся. 140. Передний тормоз. Сейчас зажмем. Любая ситуация будет. Мне сказали, вот, выезжает, допустим, крузак. Тормоз. Все. Все, друзья, это гибель. Шлем улетает. Мы еще и догоняем. Это бесполезно. Крузачелу догнали. Это передний тормоз. Ну, ладно, ладно, ладно. Конечно, какой дурак вообще будет нажимать передний тормоз? Что на велосипеде? Что на самокате? Да никто так делать никогда не будет. О, боже, боже, боже. Аккуратно. Аккуратненько. Все-таки скорость большая притормозил, кстати говоря. Чтобы самокат его не задел. А теперь точно так же попробуем задний тормоз. Я, конечно, друзья, не знаю, как настроен этот задний тормоз. Потому что если он как-то плавно настроен, то шансы, может, и есть. Но вы должны понимать, что увеличивая скорость, мы тормоза-то, ну, не трогали. И эти тормоза уже просто не предназначены для того, чтобы ими тормозили на скорости в 140 км в час. И это вы должны понимать. Итак, набираем скорость. 90. Нам нужна хотя бы... Вова, это опасно было. Нам нужна... Да хватит уже на козла вставать. Господи, нажать нельзя даже ручку. 90. Давай, 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 давай. 103. Хорошо. Идем и так. 130. Нажимаем задний тормоз. Ну, бесполезно. Бесполезно. Все, мы так же падаем, по сути. Что передний, что задний, друзья. Раньше нет. Именно поэтому тормозом я и называю отпускание газа. Если вы думаете, друзья, что я на самокате катаюсь только в игре, то вы глубоко ошибаетесь. У меня тоже есть самокат. Скажу вам по секрету. Выглядит он вот так. И он, как вы понимаете, тоже не из простых. Его скорость достигает 90 км в час. Но я на нем брал 80 максимум. Там 81 что ли. И это было страшно. И он реально начинает трясти. Он прям трясется. И упади на такой скоростью. Ну, можно было предположить, что будет. Поэтому я максимум на нем катаюсь. И катаюсь со скоростью до 30-35 км в час. То есть 40 я вообще не превышаю. Это реально опасно. Но он достаточно проходимый, быстрый. Но опыт есть на самокате. Я понимаю, что это такое, друзья. Я примерно понимаю. Так, обходи. Вот. Вот для чего. Вовочка. Ой, хорошо. Вау. Это было. Ну, нет, нет. Хорошо. Обходим автобус. Обходим. Ой, что-то, что-то, по-моему, прилетело в лоба сейчас, да? А, это колесо. В лобовушку. Нет, не в лобовушку. Не пробило. Ну, опасненько. Было сейчас опасно, друзья. Поэтому все это не шутки. И то, что мы сейчас с вами тестируем, это действительно есть. Ведь есть самокаты, которые реально летят 140-150 км в час. Ну, колесики там точно побольше будут. Ну, друзья, я думаю, мы с вами просто обязаны преодолеть рубеж под названием тоннель смерти, который мы не можем пройти в 95% случаев. И что-то мне подсказывает, что сейчас, скорее всего, мы это не сможем сделать. Но если рассуждать логически, да, логически, если мы будем ехать быстрее, то есть чем быстрее мы едем, тем мы быстрее выйдем из тоннеля. Правильно? Правильно. Логично? Логично. Соответственно, мы давим курок, так сказать, в ручку. Это так называется. Потому что там ты управляешь именно курком. Курок в ручку этот и вперед. Давайте. 90, 100. Блин, тоннель смерти мы не пройдем, я уверен. Это слишком будет шикарно. Хотя он не такой там длинный, правда, но... Так, расступитесь. Пацаны, расступаемся. Хорошо, пока едем, хорошо. Так, главное сейчас аккуратненько. Не выезжайте. Так, хорошо, хорошо, отлично. А тут мы разворачивались. А как нам сейчас на обгон-то идти, что ли? Или что делать вообще? А что здесь? Ребята, пропустите, пожалуйста. Я спешу. Я спешу. Я в больницу еду. Я в больницу еду. Мне надо кровь сдать. Пожалуйста. Я очень тороплюсь. Анализы сдать нужно. Дайте, дайте про... Да неужели? Давай, 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 давай. Пошел. Хорошо. Хорошо. Срочно, срочно, срочно. Я в больницу. Не, 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 не пройду. Не пройду, не пройду, не пройду. Не пройду, не пройду. Не пройду. Да пройду же, ем мое. Что это ты? Что это такое? Да держись ты. Держи ты, черт возьми. Это самокат. Это было невероятно. Мы его прошли. Мне плевать. Мы его прошли. Где ты? Волочка, живой. Живой. Ну ладно. Наверное, мертвый. Все. Подтвердили. Смерть констатирована, друзья. Ну, это было красиво. В любом случае, прошли. Прошли. И заехали, и выехали. Это было красиво. Поэтому я думаю, ну, это достойно как минимум лайка. Поэтому обязательно ролик поддержите, друзья. Если он вам понравился. А я же, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok